Итак, добрый вечер, уважаемые участники. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре вместе с Александром Элтером, который мы проводим каждый месяц. С нетерпением его ждем. И, как всегда, мы поговорим о рынках, поговорим о том, что сейчас происходит на фондовом рынке. Возможно, услышим ситуацию с первых уст о том, что происходит в США, так как, в принципе, американский рынок является одним из основных. И мы его, в первую очередь, разбираем в ходе данных вебинаров. Ну и также обсудим и сопутствующие инструменты, такие как евродоллар, золото, нефть. И услышим мнение Александра по поводу данных активов. Ну а прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками. И важно с этими аспектами ознакомиться. Но Александр также плотно касается этого вопроса. Поэтому о рисках мы тоже будем говорить на вебинаре. Несколько слов о компании Admiral Markets. Во-первых, сейчас у нас происходят процедуры репрендинга. То есть, повторюсь, для тех, кто, возможно, первый раз присутствует на наших вебинарах, в ближайшее время компания Admiral Markets будет переименована в Admirals. Это связано с тем, что мы планируем запускать дополнительные инвестиционные продукты, ну и стать таким финансовым хабом. То есть, не только предоставлять трейдинг и инвестиции, а расширить линейку наших продуктов. Но по-прежнему на рынке мы работаем уже порядка 20 лет. Предлагаем сервис по трейдингу, по инвестициям. Доступно более 8000 инструментов, которым можно инвестировать, собирать свой портфель. Ну и также использовать спекулятивно в виде торговли с кредитным плечом, как также, например, на акции. Мы в Admiral Markets уделяем важное внимание как раз обучению. Поэтому мы очень рады, что Александр с нами проводит данный вебинар каждый месяц, в последних днях каждого месяца. И также рекомендую для всех, кто, возможно, присоединился впервые, это подписаться на наш Telegram-канал, где мы делаем оповещение как раз о предстоящих вебинарах. И также на наш YouTube-канал. Сейчас, как закончу, также ссылочкой приложу, чтобы вы смогли сразу же подписаться и за нами следить, скажем так. И, во-первых, смотреть записи вебинаров, также с Александром, если вы пропускаете, например, онлайн. Конечно, всегда интересно присутствует онлайн. Но если у вас не получается, то всегда можно будет посмотреть на нашем YouTube-канале. С моей стороны это все. Александр, готов передать слово вам. Как всегда, мы ждем с нетерпением данного вебинара вашего мнения. Ну и, скажем так, по тому количеству вопросов, которые я начинаю получать за неделю до вебинара, огромное количество людей также его ждет. Поэтому, Александр, передаю слово вам. Спасибо большое, Роман. Как сказала героиня одного советского фильма, доброе слово и кошке приятно. Очень приятно с вами работать, на самом деле, без шуток. Сегодня мы поговорим об американском рынке. Обычно мы смотрим на немецкий, на золото, на нефть. Очень интересное время на рынке. Все идет вверх. Все идет вверх. Небольшие перерывы, то здесь, то там. Но все идет вверх. Почему? Две причины. Одна – это то, что американский федеральный резерв, система федерального резерва, накачивает деньги в экономику насосом. Просто насосом. Все-таки боятся, чтобы у них не кончились бумага и краски печатать эти добавочные деньги. И не только американская центральная резервная система. Все резервные банки это делают более-менее одновременно. Потому что, если бы один банк это делал, а не все, то, естественно, валюта той страны стала бы падать. Извините, это взирает через плечо. Как Роман заметил, у нас, значит, происходит ремонт, затянувшийся. И должен приехать грузовик. Мне показалось, что я слышал, что грузовик приехал. Печатают деньги. Кроме того, это такая, это деньги, вещь очень, как говорится, плавучая. Сегодня они пришли, завтра они пришли, ушли. И стоит резервной системе начать чуть-чуть, чуть-чуть повышать счетные проценты, конечно, это со страшной силой вдарит по рынку. Одну секунду, все еще раззираюсь. Слушай, собака лает. Прошу прощения. Сельская жизнь. Другая причина, гораздо более фундаментальная и здоровая причина. В странах свободной экономики после войн и после эпидемии всегда случается бум. Во время таких тяжелых событий, война или эпидемия, люди или сидят по домам, или колоссально заняты, и никто не тратит деньги. У них скапливаются, у всех скапливаются, во-первых, большие сбережения, во-вторых, люди под давлением во время таких вот эпизодов. И когда эти эпизоды заканчиваются, у них прилив энергии. Что будем дальше делать? Что будем делать теперь? Что нам нового раскрутить? И вот этот бум в США уже идет и только становится сильнее. Одна... Да, грузовик приехал. Могу показать в окно. Давай, давай, заезжай, товарищ. Заезжай, заезжай. Ну, я с грузовиком заниматься не буду. У нас есть сотрудник, который сейчас работает в доме, и жена наблюдает за этой ситуацией. Два пуделя – это группа охраны. Лает на всех пришедших. Так вот, обратно к экономике. У людей четкое желание чем-то заняться, новым, что-то раскрутить, начать какой-то новый бизнес и что-то сделать. В частности, это отражается в том, что вдруг в магазинах начались нехватки промышленных и строительных товаров. Приведу пример. У меня сосед посоветовал... У нас на этом новом участке, мы купили этот дом, участок пара гектаров, и это практически в лесу. И куча листвы на траве. И у меня сосед, такой очень деловой мужик, посоветовал аппарат, я не знаю, по-русски называется, надеваешь как ранец и сдуваешь всю эту листву, чтобы трава росла спокойно. Вот их нет, вот сильных нет, слабенькие можно купить, а сильных нет, все раскуплено. Я нашел, у меня там друзья в магазине, осталось 2 единицы сразу после этой лекции, я сажусь в машину, еду, так сказать, получать. Очень трудно найти рабочих, все заняты, везде идет стройка. В стране происходит бум. Естественно, у всех есть деньги. Ну, не у всех, конечно, но у большинства народа есть деньги. И экономика очень боевая сейчас. Очень боевая и будет еще более боевой, потому что по мере того, как заканчивается процесс вакцинации, все больше и больше людей вылезают из своих нор. Я сидел в норе, так сказать, почти год, закончил свою вакцинацию где-то несколько недель тому назад. И по мере того, как люди вылезают из этих нор, все влезают делами, чем будем заниматься, куда поедем, где будем путешествовать. Поэтому вот это вот очень сильно подкармливает экономику. Это такая здоровая черта, плюс более подозрительная черта того, что федеральная резервная система закачивает деньги в экономику. Вот теперь посмотрим на рынки, что происходит на них. Перед вами график S&P, главный индекс американского рынка. Слева недельный график, справа дневной. И что мы видим здесь? Это на недельном графике практически еженедельно рынки достигают новой исторической верхушки. Сегодня поставлен очередной рекорд. А вчера тоже был рекорд. А перед этим за два дня тоже был рекорд. То есть все время поднимается на новую высоту. При этом многие индикаторы ослабевают. Вы видите на этом графике у правого края высота МСД гистограммы скромная, слабее, чем она была, скажем, год тому назад. А если вы посмотрите на индекс силы на самой нижней панели, то у правого края он вообще близится к нулю. То есть рынок поднимается по инерции. И возникает такой внутренний конфликт у многих людей. С одной стороны, они видят, что рынок находится в очень рисковой ситуации. А с другой стороны, и боятся пострадать, если он развернется. А с другой стороны, боятся пропустить. А если он еще поднимется на 5, 10, 15, 20 процентов, боятся пропустить. И это, естественно, у людей вызывает стресс. У меня к этому есть свой подход, которым я с вами с удовольствием поделюсь. Я принимаю стратегическое решение на недельном графике, на долгосрочном. Тактическое – на дневном. И когда я смотрю на них, то первый индикатор, который я всегда навешиваю на любой рынок, это две скользящие средние – синяя, медленная и красная, быстрая. И пространство между этими двумя линиями я называю зоной ценности. Короткое скользящее среднее – это короткое соглашение людей, чего стоит этот рынок. А медленное – это долгосрочное соглашение людей. Поэтому получается, что зона ценности где-то в районе 4 тысяч единиц S&P. А в то же самое время рынок продается по 4200. То есть рынок переоценен. Но если вы посмотрите на этот график, тот же недельный график, вы увидите, что каждые несколько месяцев происходит паника, и рынок падает в зону ценности. И вот тут нужно стоять с лукошком, так сказать, и быть готовым покупать. Но народ любит покупать высоко. А когда цены падают, люди паникуют и продают. Особенно еще потому, что многие торгуют с маржой. И такая странная вещь. Когда идешь вверх, маржа помогает. А когда рынок идет вниз, то совсем наоборот. И поэтому им не до лукошек, им чтобы только пальцы не потерять. А серьезный аккуратный трейдер ждет купить в зоне ценности. Смотрим на правую сторону графика, где дневной график. И здесь мы видим двойной пик, приближаясь к правому краю. И пик падения. И сейчас вычерчивается новый пик. И при этом индекс гораздо слабее. И если вы посмотрите на MACD гистограмму, то вы увидите, что самый крайний столбик, он красный. Это значит, гистограмма уже тикнула вниз. И это означает, что у правого края имеется бычья дивергенция. Извините, медвежья дивергенция. Медвежья дивергенция. Новая высота цен. Более низкая цена индикатора. Причем настолько низкая, что он даже не смог подняться выше нулевой линии. И тоже, если вы посмотрите еще ниже на индекс силы, вы увидите, что он вообще приближается к нулю. Поэтому мне сдается, что рынок в очень рискованной ситуации. Я осторожно поигрываю на понижение здесь, но очень краткосрочно. Например, в понедельник закоротил S&P и к вечеру уже закрыл позицию. Мне не понравилось, что некоторые индикаторы были не настолько слабы, как мне хотелось бы. Очень осторожно. Но впечатление у меня такое, что все переоценено. Тот же S&P переоценен на недельном графике, на дневном графике. И на рынке сейчас происходит бы такая могучая пьянка. Народ счастлив. А как известно тем, кто постарше, каждая пьянка заканчивается похмельем. И чем дольше эта пьянка продлится, тем сильнее будет это похмелье. Так что надо быть очень осторожным. Но при этом, опять-таки, при этом у меня есть долгосрочные позиции. Это не то, что я только играю на понижение. Акции, в будущее которых я верю, я их держу. А краткосрочная игра идет больше на понижение. Вот такой вот фундаментальный технический обзор S&P. Кстати, я не знаю, вам слышно или нет. Там какую-то машину запустили. Я сейчас могу шугануть, чтобы они ее не гоняли. Нормально. Немного слышно, да. Немного слышно. Одну секундочку, я так и шугану сейчас. Олег? Олег? Сейчас Александр настроит, чтобы всем было хорошо слышно. И мы в комфорте, что называется, провели этот час. Прошу прощения, чуть-чуть тише стало или по-прежнему? Чуть-чуть тише стало, да. Сейчас это прекратится. Это мужики приехали устанавливать столешницу в ванной комнате. И, видимо, что-то подпиливают там. Так что на счастье ее пилить не будут. Вот-вот сейчас закончили уже вроде бы. S&P. Какой следующий рынок посмотрим? Немцы. Открыл DAX. Смотрим на недельный график DAX. Где зона ценности? Где-то в районе 14 тысяч 300, вот так вот, да. А где торгуется DAX? Ближе к 15 тысячам. То есть, опять-таки, переоценен. И на том же графике DAX мы видим, что каждые несколько месяцев происходит паника. Ну, это совсем сильная паника. Это в сентябре было прошлого года. А такая мелкая паника даже, да? Цена возвращается в зону ценности. Вот тут надо ждать с лукошком. В данный момент DAX переоценен. Конечно, многие волнуются, как так, я пропущу, я пропущу. Как говорится, жадность фрая разгубила. Дневной график много не говорит. Данный график не так красноречив, как график S&P, где четко виден двойной пик с дивергенцией. Здесь так он просто полощется. Ну, ситуация, да, в целом похожа, как и на индекс S&P 500. Сейчас тогда открою евро-доллар. Так, это... Одну секундочку. У меня уже одна секунда заглянуть на... Так, евро поднимается, доллар опускается, да? Причем мы видим на недельном графике слева, что было довольно глубокое дно евро. Евро тонул вообще больше полугода, развернулся где-то около месяца тому назад. И пошел вверх. Последний месяц он идет вверх. И все, тренд вверх. Теперь, опять-таки, это система тройного фильтра или тройного экрана, как ее назвали по-русски. Слово screen по-английски – это и фильтр, и экран. И по-русски немножко не точно перевели. Тройного экрана, тройного фильтра. Недельный график вверх. Значит, и не очень далек от ценности. Так что тренд еще не устарел. И поэтому стратегическое решение – евро, доллар. Надо играть на повышение евро. Переходим к дневному графику. И опять-таки, ищем, когда дневная цена опускается к зоне ценности. По крайней мере, близ зоны ценности. Опять-таки, на данный момент евро переоценено. Где раньше жил в Манхэттене, там на берегу реки рыбаки, так некоторые, и скамейки. Вот рыбаки сидят на скамейках городских таких, и в воду заброшено 5-6 удочек. И мужик на каждую удочку вешает колокольчик маленький, а сам сидит и читает газету. Как колокольчик зазвенит, он читает газету сразу вниз и смотрит, какую удочку надо тянуть. Опять поймал ботинок. Вот у меня такой же подход к финансовым рынкам. Закидываем удочку, смотрим, где зона ценности. Можно даже разместить заранее приказ в ней о покупке. Но в данный момент евро переоценен. Можно сидеть и ждать, но ждать трудно и скучно. А вот так вот сказать, я хочу купить евро, и посчитать, где эта зона ценности. И вот в ней это поставить приказ на покупку. Золото. Золото. На недельном графике двойное дно было. Причем второе дно – это был хвост кенгуру. И кенгуру отталкивается от хвоста. Идет вверх. Кстати, это дно гораздо лучше и действительно привлекательнее. Выглядит на дневном графике. Справа, где имеются два дна и великолепная бычья дивергенция МСД-гистограммы и МСД-линий. Посмотрите на глубину МСД у первого дна и у второго. Вот это такой кричащий сигнал. Кричащий. Иначе его не назовешь. И тренд идет вверх. Вчера золото… Вчера СНП поднялся, а золото опустилось и почти коснулось зоны ценности на дневном графике. Поэтому с моей точки зрения это все еще, так сказать, легально покупать. Потому что это не то, что цены зависли где-то высоко-высоко на ценности. Они чуть-чуть выше ценности. Это все еще легальные зоны покупки. Но опять-таки, как сказал Роман, в инвестициях и в трейдинге есть риски. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы думали, что я вам говорю. Вот делай то, делай это. Я не могу вам давать таких советов по той простой причине, что я не знаю вашей финансовой ситуации, размера вашего счета, вашей толерантности к риску. Поэтому я, когда смотрю на такие вещи, я просто думаю вслух для себя и делюсь с вами своими мыслями. А если вы соберетесь использовать какие-то вот из этих вот мне понравилось это, мне понравилось то, то вы обязаны просто для себя рассчитать риски. И какую долю счета вы будете рисковать, где вы поставите защитную приостановку. Все эти ужасно скучные темы, которыми занимаются все профессионалы и очень немногие любители. И завершим, наверное, наш такой межрыночный обзор. Нефть марки Брент. Борьба миров. С одной стороны, поднимающаяся растущая экономика, причем всемирно растущая, она больше всего растет в Штатах, конечно, но всемирно растущая экономика, нефть это как кровь для экономики. Поэтому спрос на нефть будет повышаться. С другой стороны, в современной ситуации все больше автомобили начинают сходить с нефтяной иглы и переходить на электричество. всякие альтернативные методы. У соседа вся крыша заслана солнечными панелями. В Эстонии я прочитал, недавно ветряки собираются, индустриальные ветряки собираются ставить, которые половину Эстонии и Латвии будут кормить электричеством. Это, конечно, негатив. Извините. Это, конечно, негатив для нефти. Но я не фундаменталист. Я смотрю на графики. Они пилят, а я чекаю. Спасибо. У меня бабушка была врач в Харькове, когда еще было очень мало женщин-врачей. Бабушка говорила, все болезни от нервов. Один только сифилис, от удовольствия. Так что я не получаю удовольствия от этой пыли, поэтому я думаю, что у меня не сифилис. Надеюсь. Прошу прощения. Так. Поэтому смотрим на график. Была, конечно, совершенно безумная ситуация в марте прошлого года, когда цены на нефть, на фьючерсы стали ниже нуля. Но это длилось всего несколько дней. Нефть очень быстро выскочила оттуда, стабилизировалась в районе 40 долларов за баррель, достигла недавно 70, и сейчас котируется где-то 65. Тренд идет вверх. Обе скользящие средние поднимаются. И похоже, что то, что происходит за последние полтора месяца, последние шесть баров на этом графике, это то, что по-английски называется pull back to value, притяжение к ценности. Ценность живет в зоне между двумя скользящими средними. И цены, которые отрывались далеко, какая-то скользящая средняя, вернулись к ней и как бы опираются на нее сейчас. Поэтому долгосрочную установку на покупку. Смотрим на дневной график. Дневной график за последние 4-4 дня, 4-5 дней упал к зоне своей ценности и даже немножко ниже. Самое время паниковать. Ах, 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 все падает. А может лучше не паниковать. Может быть лучше посмотреть на это и сказать, так, на недельном графике четкий тренд вверх. На дневном графике цены вернулись к ценности. Возможно, это разворот, но скорее, что это пауза в бычьем рынке. И будем становиться на повышение, естественно, пользуясь, применяя при этом защитные, приостановки. Но это тренд вверх. Все идет вверх. Все покупаем. Спасибо, Александр, за этот обзор. Я думаю, что сейчас мы можем как раз посмотреть акции, которые были предложены в прошлом. На прошлой неделе подвести итоги конкурса и дальше уже перейти тогда к акциям, которые были присланы сегодня. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, покажу как раз тот список, который у меня был. И дальше. Победительница, победительница. Вы объявите или мне сказать пару слов про победителя, кто победил в прошлом месяце? Я скажу просто общую информацию, да, и думаю, что лучше, чтобы вы объявили. То есть, что было интересно, у нас победила акция с не самым большим движением. То есть, если мы смотрели, там в марте у нас победила акция, там с движением 28% за месяц, в феврале почти 40%, то апрель он был довольно-таки вялый для акций и были совсем небольшие движения. А вот акция Illumina, там движение было 9,3%. То есть, победила у нас участница Анна Викторовна. Она у нас участвует достаточно много, много как раз оставляет комментариев. И вот в этот раз ее акция сработала. Да, ну вот теперь, может быть, Александр, вы со своей стороны добавите. Вы знаете, Анна, поздравляю вас, рад за вас. Большинство трейдеров – мужчины, но процент успешных трейдеров выше среди женщин. Я это говорил раньше, я это повторю сейчас. Почему? Менее спесивые. Мужик влезает в позицию, позиция идет против него, но он силен. Я еще докуплю, я прав. И начинает спорить с рынком. Женщины гораздо скромнее с рынком не спорят. Когда сделка идет против них, они скорее склонны выскочить из этой сделки. Кроме этого, женщины задают такие ужасные вопросы, как «А кто будет платить по счетам? А как насчет расходов на детей?» То есть, гораздо бережнее относятся к деньгам, чем мужики. У меня есть очень такой хороший друг, который полностью разорился на рынке, хотя очень знаменитый аналитик. и как-то при мне он громил счет свой. Вернее, не свой, он свой счет разорил, но ему хеджевая какая-то компания, какая-то компания дала ему 100 тысяч долларов, чтобы вывезти его на большую трассу. И, значит, он эти 100 тысяч долларов прямо на моих глазах сжег. А когда я сжигал, когда я у него спросил, а где ты ставишь стоп, он сказал, на полном серьезе, настоящие мужчины стопов не ставят. И с тех пор я запомнил навсегда и говорю, что если настоящие... Если мужчина стопов не станет, то я хочу заниматься трейдингом, как девушка. Так что, Анна, поздравляю вас. Вы в хорошей группе. И желаю вам дальнейших успехов. А, Роман, насчет вашего комментария, что вот вялые доходы... Во-первых, я бы не стал их называть вялыми. 9% за месяц. Это совсем... Но в чем еще дело? Я смотрю на список того, чем торгуют люди. И в основном это были акции типа Робин Гуда. То есть, наверное, все слышали. В Америке есть новый брокерский дом. Ну, он не очень новый, ему уже лет 9-10, но он колоссально взлетел за последний год. Компания называется Робин Гуд. Значит, они привлекают к себе чем? Тем, что у них нет комиссионных. Бескладно можно торговать. Но, естественно, звучит прекрасно. Но это значит, что они продают ваши приказы рыночные другим фирмам. То есть, вы получаете исполнение ваших приказов не по лучшей цене, но бесплатно. Бесплатно оказывается к себе дороже. Кроме того, у них есть... Они торгуют с телефона, не с экрана. И телефон сделан как видеоигра с музыкой, с взлетающими шариками и со всем. То есть, они привлекают самую неопытную и неинформированную публику. И вот взлет на рынке в прошлом году включал много компаний, вот компаний типа Робин Гуда. По-русски Робин Гуд, по-английски Робин Гуд. Я просто смотрю. Discovery, Коти, Виаком, Баба, BY&D. Это Light, OSUR, FSLR. И эти компании, они колоссально взлетели в 2020 году. В феврале они достигли пика. И на данный момент многие из этих компаний потеряли 30, 50, а то и 70% пиковой цены. И поэтому, так сказать, возврат за эту неделю, за этот месяц нашего прошлого класса был относительно скромным, потому что эти компании лежат и еле дышат. То есть, люди привыкли торговать этими компаниями. Я, кстати, с удовольствием заметил, что в сегодняшних запросах посмотреть это, посмотреть то, появилось довольно много компаний для взрослых. То есть, мы отходим от Робин Гуда и начинаем смотреть на взрослые компании уже больше. Но, как бы то ни было, Анна, поздравляю вас. И, кстати, Анна – единственный человек, если я не ошибаюсь, единственный человек, которая сегодня предложила акцию на понижение. Вся группа предлагает акции на повышение, а Анна смотрит на другую сторону медали. – Возможно, нужно прислушаться к словам Анны. Ну, и, Александр, прошу прощения, что перебиваю. Просто воспользуюсь случаем. Анна у нас в чате и написала комментарий. Хочу передать вам, что Анна пишет, что все благодаря вашим книгам и вебинарам. Поэтому… – Анна, спасибо большое. Но хочу вам сказать, хороший совет дать трудно, но взять его еще труднее. У меня бывают ситуации, когда люди благодарят то, сё. А я им всегда говорю, я когда вел этот класс, я же не только с вами разговаривал, там еще было 20 человек в этом классе. А почему вы? Так что победа ваша. Так, давайте посмотрим на сегодняшние вопросы, может быть, Роман, да? – Да, я тогда останавливаю демонстрацию экрана, и вы можете сделать демонстрацию вашего. А также для тех, кто присоединился, в конце видео я уже расскажу про данный конкурс и как в нем принять участие. – Спасибо. Так. Вам виден сейчас экран или нет? – Пока нет. – Нет, пока нет. – Так, я нажал на экран. Одну секунду. – И там окно выбрать. – Выбрал окно. И share screen. Опять. Не в том порядке нажимаю. Наверное. Так, еще раз. Сори, Роман, значит, я вижу экран, который, я вижу множество экранов, которые открыты у меня, я нажимаю на тот, которым я хочу делиться. – Да, все верно. – А, так, написано share screen. А мне нужно нажать pause, stop recording или… – Нет, я же не записываю это. А share, вот кнопку надо нажать. Чудеса. Маленькая кнопка, большая разница. – Один момент. Сейчас пока черный экран почему-то. – Вот. – Да, все, загрузилось отлично. – Загрузилось. Окей, поехали. Значит, у нас где-то дюжина акций. Я пойду довольно быстро, потому что я хочу их все покрыть. А кроме того, поступили, поступили, я смотрю, рабочие уходят, а пудели пытаются с них ботинки снять. Группа охраны, охраны, королевские пудели. Кроме того, поступили четыре вопроса, и очень хорошие вопросы. Я хочу на каждую из этих вопросов отвести по несколько минут. Так, значит, мы все акции, которые будем смотреть сейчас, все были предложены участниками, и все на повышение. И я смотрю на экран, и сказать, сегодня они все слегка, за исключением трех, все немного падают. Так, Oracle. Одна из крупнейших компьютерных компаний. Недельный график. Как всегда, начинаем с недельного. Что мы видим? Кстати, Роман, я надеюсь, вам видно, что здесь конверты, все выскакивают у вас, да? Да, 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 все в порядке. Прекрасно. То есть, это недельный график. И мы видим, что начиная с февраля, эта акция очень сильно растет и периодически бьет по верхнему конверту. Она это сделала в феврале, и она это делает в апреле. То есть, акция переоценена. Вот эта вот желтая линия, это медленная скользящая средняя. Я бы побоялся покупать такую акцию. Значит, переходим к дневному графику. На дневном графике произошло довольно сильное падение, и эта акция упала к скользящей средней, в зону ценности. Покупка все еще нелегальна, потому что импульсная система красная. Если акция удержится на этом уровне до завтрашнего дня и будет торговаться выше, чем за 75,5 долларов, а сейчас на 75,29, то покупка станет легальной. Если вы бык, то это pull back to value, возвращение к ценности, легальная покупка. Для меня лично, я бы побоялся покупать, когда недельный график так далеко от ценности. Едем дальше. СПРТ. Кстати, Роман, я буду спрашивать периодически о том, когда... У вас открытое окно, финвиз, наверное. Да-да-да, я наготове, если что. А вы знаете, вы просто даже без меня. Вот я вот пока достаю эту акцию, СПРТ, а вы сразу пробейте на финвизе, и только гляньте, когда будет earnings, когда сообщение о доходах, и какой короткий интерес. И просто перебейте меня, скажите. Если сообщение о доходах, скажем, в ближайшие две недели, или если уровень короткого интереса больше 10%. Ну вот здесь как раз по СПРТ 15% short float, а вот по доходам пока здесь нет информации. Окей, прекрасно. А чем это, я уже не узнаю, компания? Чем она занимается? Приложение, видимо, для мобильных устройств. Смотрите, компания торговалась по цене между 2 и 3 долларами в течение нескольких лет. И вдруг в один прекрасный день она открылась по цене в 8 долларов. Бедные шорты, если кто-то шортил ее. Ну, я вообще считаю, что шортить ниже 10 долларов – это очень опасно. Ну, какие-то бедлаги, которые шортили ее, оказались в колоссальной потере, а умники, которые держали ее на повышение, вдруг проснулись утром и увидели, что акция, которая вечером стоила 2 доллара и 9 центов, открылась по 8 долларов. Что делаем дальше? Что делаем дальше? Докупаем, снимаем прибыль или ждем? В таких ситуациях, в случае таких вот истерических совершенно выпадов, лучше взять и бежать быстро. Компания от 8 долларов поднялась до 9, потом просел до 5, до 3, и все, денежки уплыли. Так что, когда вы видите такой дикий совершенно однодневный всплеск, лучше не быть жадным. Рынок тебе дает подарок, возьми и не спрашивай. А может быть, еще будет? Возьми, возьми и уйди. Радуйся. На данный момент я не знаю, что делать с этой акцией. Такая паника покупателей кончилась. Я чешу репу, когда я смотрю на такую акцию. А я не влезаю в ситуации, которые мне громко... Хорошая сделка говорит, «Алекс, если ты не будешь торговать мной сейчас, чем ты будешь торговать?» И вот здесь у меня такого ощущения. Прохожу мимо. Следующая акция. SPLK. Это вот такая довольно... Я немножко уплотню график, посмотреть. Значит, она... Это акция, которая в прошлом году упала где-то от 170 до 100. Сейчас выросла до 220. И тренд вниз. Она, начиная с августа прошлого года, все ниже и ниже. Падает ниже зоны ценности, поднимается к ней. Падает ниже, поднимается к ней. Падает ниже. Тренд вниз. И я даже не хочу искать дна в акции с хорошо устоявшимся трендом вниз. Течение вниз. Нужно быть шибко живым, везучим, умным. Выберите себе слово. Чтобы выиграть в покупке нападающую акцию. Она падает. Пускай она падает. Хотите торговать ей, торгуйте ей на понижение. Зачем торговать падающей акцией? Да, можно сделать деньги. Естественно, бывают взлеты и то, и все. Но зачем плыть против течения, если можно найти, где можно плыть, тот же оракол, где можно плыть по течению. Едем дальше. Причем, заметьте, я всегда начинаю с недельного графика. Пишет один из наших участников. Человек без имени. Антифасио его зовут. Но я думаю, что мама его не называла Антифасио. Мой выбор на месяц – индекс Насдак, чтобы излишне не мудрствовать. Индекс Насдак. Я смотрю на этот индекс с чувством глубокой подозрительностью и мыслью, а не закоротить ли мне его на этой неделе. Индекс Насдак, а, кстати, тикер – это T, как Томас, QQQ. Это… А может даже не TQQQ. QQQ. Вот так еще лучше. QQQ. Это индекс Насдака. Просто индекс Насдака. Значит, верхняя точка этого индекса в феврале была 338 долларов и 19 центов. А в этом месяце она достигла 342 долларов 23 центов. То есть, двойной топ. Второй топ на 4 доллара выше первого. 4 доллара – это 1%, грубо говоря. То есть, никак. Резкая дивергенция МСД-линий, резкая дивергенция МСД-гистограммы. Вот так вот чешутся руки. Так вот. Как будем коротить? Как будем коротить? Сейчас коротить нельзя, кстати, потому что у правого края… Немного расширю этот график. У правого края импульсная система все еще зеленая. Это недельный график. И на этой неделе, значит, на данный момент 340,69 должна опуститься до 338,5, чтобы стать легальной. То есть, на два пункта вниз. Я люблю такие ситуации, когда вот сделки еще нет, но через 2 доллара будет легальной. Смотрим на дневной график. Дневной график. Высшая точка, это было 15 апреля, была 339,47 доллара, а сегодня 342,15 доллара. То есть, меньше 3 долларов, меньше 1 процента. Двойной топ такой. Посмотрите на силу быков в начале месяца, падение ниже нуля, быку сломали спину, и у правого края МСД-гистограмма уже завернула вниз. Импульсная система стала синей. Легальная продажа. То есть, дневной график уже легален. Недельный требует еще 2-долларового спуска, чтобы стать легальным. Индекс силы. Максимальная сила была в начале апреля. Все время падает, падает, падает. Что-то варится на кухне, и уже почти готово. Через 2 доллара можно снимать сплиты. Так что, я боюсь товарища Антифасио, что играть в Насдак, опять-таки, я бы стал играть на понижение, не на повышение. Естественно, применяя методы контроля над сделкой. И один из главных методов, два главных метода этого контроля. Во-первых, в зависимости от размера счета каждого данного трейдера, нельзя рисковать более чем 2% счета. Допустим, у вас 10 тысяч долларов на счету. По американским понятиям это маленький счет. 10 тысяч долларов. 2% от 10 тысяч – это 200 долларов. Значит, нужно рисковать потерять максимум 200 долларов. То есть, на каждый доллар, на который ваш стоп отходит от цены, имейте право купить 200 акций. А где будет стоп? Стоп должен быть примерно, по крайней мере, в полтора раза индекс ATA, Average True Range. ATA для данной акции равен 4,5 долларам. Значит, стоп должен быть, по крайней мере, 6 долларов отстоять от цены. Если мы коротим по 3,38, то стоп должен быть по 344. Значит, нам разрешается рисковать 200 долларов. И мы рискуем 6 долларами на одну акцию. Делим А на Б. И получается, разрешается торговать 30 акциями. Да, 200 на 6. 3. 30. Можно закоротить 30 акций и не больше. Я это называю железный треугольник контроля над риском. Какой риск мне позволено брать? Сколько я рискую на одну акцию, и потом я делю А на Б. И это мне говорит размер сделки, которую я имею право сделать. У меня серьезный счет. Это не 10 тысяч, а не 100. И я не рискую двумя процентами, потому что 2% от миллиона долларов, это 20 тысяч долларов. Потерять их на одной сделке, можно аппетит потерять на полдня. А может быть, даже дольше. Поэтому я рискую гораздо меньше, чем 1%. Маленькой долей 1%. Но для начинающего трейдера с небольшим счетом 2% максимальный риск на сделку. Мы отвлеклись, но я считаю, это полезное отвлечение. Так, Роман, я заметил, у нас официально осталось 15 минут, но я боюсь, что я отхвачу немножко времени добавочного, если вы не возражаете. Хорошо, я не против. Конечно же. Так, увеличиваем скорость. PTSG. Pure Storage. Вот это такая вот довольно типичная робингудовская акция. поднялась неоткуда. Поднялась от ниже 10 долларов, взлетела до 30, а потом упала от 30 где-то до 19. Еще не худшее падение. У правого края акция стабилизировалась, держится в зоне ценности. И импульсная система стала синей. Значит, имеем право покупать. То есть, происходит распродажа. Акция, которая стоила 30 долларов, в данный момент стоит 21. И легальная покупка. Переходим к дневному графику. Нормально. Мы видим тройное дно. Очень сильные гистограммы вниз в марте. И сейчас, значит, сила медведя слабла. Акция ведет себя пристойно. Легальная покупка. Едем дальше. IBIO. Уже по названию слышно. Робингудовская акция. Значит, в июле она достигла 7 долларов. А сейчас она стоит 1 доллар и 34 цента. Это зона колоссального риска. Просто представьте себе, что на каждый цент, на который изменится цена этой акции, ваша сделка поднимется или опустится на 1%. 1 цент – 1%. Слишком много нервов будет от этого. А кроме того, объем сделок этой акции не такой маленький. Порядка 10-15 миллионов сделок в день. Очень тощая акция, очень дешевая акция и из-за своей дешевизны она ужасно волатильная. Я бы… Это азартные игры. Для трейдинга нужно что-то другое смотреть. Едем дальше. UCTT. Акция взлетела на недельном графике, где-то до 65 долларов. Упала к 50. Очень неплохая структура, кстати, на недельном графике. Вы видите, сильная акция. Роман, чем она занимается? Прямо это UCTT. Это оборудование для полупроводников. И, кстати, отчет у них завтра. Отчет завтра, значит, сегодня торговать ей нельзя. А отчет когда? Что написано? AMC or BMO? AMC – это After Market Close. AMC – это после закрытия. After Market Close. Значит, сегодня и завтра ее лучше не трогать, потому что могут быть новости полезные или вредные. А какие точно, мы не знаем. Но структура очень хорошая. Смотрите, акция четко идет вверх. И периодически, каждые несколько месяцев, даже не опускается до зоны ценности, а близ зоны ценности. И находится там же и сейчас. После того, значит, сегодня вторник, завтра среда, в четверг, вот в четверг на нее стоит посмотреть, имеет смысл покупать ее или нет. Но до четверга не стоит. Дневной график, он играет ту же мелодию, что и недельный. Такое чистое волнообразное движение вверх. И последнее – это был такой откат на прошлой неделе. Стоит продолжать наблюдать. И если эта структура удержится до открытия в четверг, то это станет легальной покупкой. SPCE. SPACE. С 60 долларов до 23. Громкая тема, громкое имя, конечно, за этой компанией. Ну, она стала легальной на этой неделе. Импульсная система стала синей. На дневном графике двойное дно с дивергенцией. Но я хочу проверить вот что. Это вот первое донышко было 24 доллара. Я округляю. А сегодня акция торгуется по 23. То есть, акция все еще не вышла выше этого донышка. Так что, тренд вниз еще официально не развернулся. И шортфлот Александр 17% показывает. Ну, 17% это обычно это было бы очень много. А на сегодняшний день для робингудовской акции такая довольно нормальная цифра. Так, QDEL. Еще один привет товарищу Робингуда. Хотя это не Робингуда. Она просто дороже Робингуда. Это с 300 долларов упало до 117. Она находится в медвежьем рынке. Давайте не будем торговать акциями в медвежьих рынках. Они могут развернуться, а могут и нет. Лучше обращать внимание на акции, которые поднимаются на недельных графиках. И потом их покупать на дневных. Осталось 4 акции. Все из них, в кавычках, взрослые. Intel. Большая компьютерная акция. Я не удивлюсь, кстати, Роман, если вы посмотрите на ее заработки. Earnings reports. И что на прошлой неделе должен был быть репорт. Видите, такое резкое падение. Это обычное сообщение о неблагоприятных заработках. 22 апреля, да, был. И она еще не устаканилась. Акции красные. Графики красные на дневном графике. Графики, столбики красные на недельном графике. Вполне возможно, что создастся возможность покупки. Но не на этой неделе. Красная импульсная система покупку запрещает. Крупнейший производитель самолетов. Boeing. Недельный график. Кстати, находится в неплохой зоне. Тренд медленно, наверное, идет вверх. Последняя паника была в январе. И вот сейчас на прошлой неделе паника опять-ка это произошла. Сбросила цену к зоне ценности. Импульсная система синяя. Покупка легальна. Смотрим на дневной график. Мне не нравится, что последнее дно MACD гистограммы более глубокое, чем предыдущее. Я это обычно принимаю как сигнал, что коррекция еще не закончена. То есть четко за этой акцией стоит следить. Но покупать еще рановато. И завтра перед открытием рынка будут отчеты доходы. Спасибо, Роман. То есть касаться ее сегодня нельзя, потому что завтра может быть сюрприз. Этот сюрприз может оказаться полезным для вас или совершенно наоборот. Но если вы покупаете акции перед докладом о доходах компании, хорошем или плохом, неизвестных, то это уже не торговля, а это Лас-Вегас. Очень крупная сталелитейная компания, US Steel, Symbol X. Очень опасно выглядит недельный график. Очень опасно. Смотрите. В январе вот это был пик цены и пиком ACD-гистограммы. Я немножко это самое… Сейчас посмотрю, как бы мне это нарисовать немножко виднее. Вот так вот. Что-то не рисуется. Ну-ка еще раз. Окей. Вот так вот, да? У левого края пик цены и пик гистограммы показывает силу быков. У правого края цена выше, а сила быков гораздо ниже. То есть, по-моему, этот график рисует медвежью дивергенцию сложным выпадом вверх. Я, кстати, посматриваю эту акцию, которую я так периодически потроговываю. Все еще зеленая на дневном графике. Но когда она перестанет быть зеленым, будет самое время достать пистолет и выстрелить ей в голову. Посмотрите на пики MACD-гистограммы на дневном графике. Папа-медведь, мама-корова и ребенок-череночек. Это вот то, что мы имеем у правого края. Опасно. Опасно для тех, кто играет на повышение. Последняя акция на сегодня на повышение. А потом мы посмотрим единственную акцию на понижение. Должно быть интересно. Фармацевтическая компания какая-то. Я бы сказал, что это умирающая компания. То есть, она четко. Перед пандемией она стоила 120 долларов. А сегодня она стоит на 100 долларов меньше. 21. То есть, при том, что все, что маломайски полезно, фармацевтика, биохимия, все колоссально было затребовано во время этого бычьего рынка. Эта компания совершенно не в дугу. Так что... И шортфорд 27%. Будет коротят ее. Посмотрим акцию, которую предложила Анна, победившая на прошлой неделе, сыграть на понижение. Это компания Hewlett Packard. Компания, которая производит компьютеры. А кроме того, масса всяких периферических устройств. Принтеры и так далее. С одной стороны, на недельном графике все выглядит очень красиво. Акция достигает новых высот в декабре. Опять в марте. И сейчас. Но все выше и выше она начинает замедляться. И медвежья дивергенция индекса силы имеется. Импульсная система синяя. Смотрим. Переходим на дневной график. Высшая точка. Высшая точка в марте была 16 долларов и 14 центов. Высшая точка вчера была 16 долларов и 60 центов. То есть 44 цента это меньше 3 процентов. Пролом вверх. А сегодня эта акция уже сейчас торгуется в данный момент. 16-17. Опять-таки верхняя точка была 16-14. Я бы не стал коротить, прежде чем она не опустится ниже 16-14. Я хочу удостовериться, что этот пролом вверх ложный. В данный момент акция все еще котируется на 3 цента выше вот этого мартовского пика. Я хочу, чтобы она опустилась ниже мартовского пика. Тогда она станет для меня легальной. Так что, Анна, продолжайте следить за этой акцией. У меня много лет назад была приятельница очень хорошая, которая была очень хорошим трейдером. Как кошка. Деньги снимала с воздуха. Очень быстрая. У нее была система. У нее была в ее торговом кабинете одна стена была обклеена пробкой. И к этой пробке она прикалывала графики акций, за которыми она следила. То есть, в случае этого Хилют Пяккард, она бы распечатала этот график только на белом фоне, не на черном. И нарисовала бы красным карандашом стрелку, на каком уровне надо коротить. И каждый раз, подходя к своему столу, она видела все свои варианты, просматривая их, прежде чем садиться и браться за кульгиатурой. Простой, но эффективный способ. На этом мы заканчиваем наш обзор акций. Желаю всем успеха. И хочу вам сообщить новость. У меня нет волшебного стекла, чтобы предсказывать будущее. Я слышал слухи, что меня обвиняли, что она есть. У меня его нет, честное слово. Поэтому то, что я вам говорю, это мнение одного трейдера, опытного трейдера, но от одного трейдера. И я могу ошибиться так же, как может ошибиться любой из нас. Поэтому, если вы соберетесь торговать любой акцией, которую мы сегодня разбирали, обязательно применяйте методы контроля над риском. В частности, того метода, который мы вкратце обсудили сегодня. Кстати, я надеюсь, что в этом году выйдет моя новая книга в Москве. И там как раз контроль над риском будет проработан лучше, чем в любой предыдущей книге. Теперь уж никак играть и выигрывать на бирже. Я бы сказал, что это самая слабая часть контроля над риском. Книга была написана 25 лет тому назад, когда я еще был слаб в этом деле. Не полностью вычислил, а последнее издание там действительно хорошо. Переводчица работает… В России есть две скорости – максимально быстро и максимально медленно. Посреди ничего нет. Окей. Четыре вопроса. Дан пишет. Допустим, вы открыли немного поздно рынок, и цена уже ушла немного вперед от вашей цели входа, но еще находится ниже зоны ценностей. Ваши действия – постоите в сторонке или все-таки откроете сделку? Я открою сделку. Если цена ушла недалеко, то я доплачу побольше, но сделка разработана, у меня есть план. Я хотел эту сделку, она привлекает на недельном графике, она меня привлекает на дневном. Поэтому, если цена повысилась, когда я захожу в магазин, я заплачу больше. Ну, если бы это не сумасшедшее повышение. И как вы будете в этом случае выставлять защитный стоп и цель? Опираясь на цену открытия или на цену, по которой надо было открыть? Естественно, и цель будет, какая она была в самом начале, а стоп будет поставлен на основании сделки, в которую я вошел. Больше ни на чем. То есть стоп должен отталкиваться от реальности. Антон пишет. Нужно ли ждать закрытие свечи для получения сигнала по импульсной системе? Нет. Но с уточнением, да. Допустим, если вы смотрите на дневной экран, и рынок открывается в 9.30 по Нью-Йорку, и в 10 утра свеча поменяла свет. Но прошло полчаса всего. Этому я не сильно стал бы доверять. К 12 часам я этому доверяю больше. А уже часам к 3, рынок закрывается в 4, я этому доверяю просто сильно. То есть я не жду закрытия свечи или столбика, но чем ближе к открытию этого столбика, тем меньше доверия. Чем ближе к закрытию этого столбика, тем больше доверия. У меня нет, к сожалению, формул такой, вот сколько процентов, я не настолько техничен. Но принцип именно такой. Утром доверия мало, а к вечеру больше. Зармик спрашивает. На прошлом вебинаре при рассмотрении дневного графика акций Beyond Meat. И давайте я поставлю эту акцию, раз мы о ней говорим, то мы на нее и посмотрим. Beyond Meat. Ну вот такая-таки, это Рыбингудовская акция. Она взлетела в феврале до 220 долларов. Сегодня ее можно купить за 133 на распродаже. Это компания, которая делает искусственное мясо. Мясо, которое не из животных. Выращивает в лаборатории. А предыдущий, когда у нас был предыдущий вебинар, Роман, вы не напомнили? 31 марта. 31 марта. Значит, вот я сейчас поставлю тогда сигнал сюда. 31 марта это было. А, точно поставил. Вот когда у нас был вебинар. Зармик пишет. На прошлом вебинаре при рассмотрении дневного графика акции Beyond Meat вы подметили сильный сигнал в виде ложного прорыва вниз. Но ничего не сказали про то, что МСД гистограмма очень слабо поднялась выше нулевой линии между двумя впадинами. Значит, две впадины, а подъем между впадинами был очень маленьким. Правильно ли я понимаю, что не обязательно, чтобы все сигналы были идеальными, и один сильный сигнал может компенсировать недостаток другого, как в данном случае? Абсолютно. Абсолютно. Зармик очень хорошо подметили. И вы правильно, да. Если не нужен один сигнал, который вот так вот возьмет за лицо и скажет, торгуй. А чтобы все сигналы были такими, бывает, но не очень часто. А когда бывает, естественно, можно торговать в более крупной позиции. Это был хороший сигнал. То есть акция шла неделю вверх, потом застопорилась. Но сигнал сработал. И Марат пишет. Вопросы. Один. На 2021 год вы бык или медведь? Я бык. Я бык по тем двум причинам, которые я упомянул в начале нашей встречи сегодня. Это то, что в Америке и во многих западных странах начинается бум. У нас он начинается раньше, в других странах, которые хуже справляются с пандемией, он начинается позже. Но происходит бум. А второе то, что все банки ведут очень такую политику легких денег. Поэтому я бык. Но при этом, не забывайте, рынок разогнался выше разумного. И рынок пьянствует в данный момент. И ему предстоит период похмелья. В прошлый раз такое случилось. Кстати, могу вам показать. В прошлый раз такой период похмелья случился в 1900. В 2017 году, когда был выбран президент Трамп, рынок был безумно счастлив. Потому что это был такой президент, который был очень ориентированный на бизнес. И вот Трамп был избран вот здесь. И с его выборов рынок взлетел. Все выше и выше и выше. И еще выше. И еще выше. И уже задыхаясь выше. Вот так вот, да? Выше конвертов. Великолепная пьянка. Хорошо сидим. И это был январь 2018 года. Началось похмелье. И это похмелье продлилось год. С января 2018 года даже вот так. С января 2018 года до декабря 2018 года. А потом, значит, опять бычий рынок возобновился и пошел дальше вверх. По-моему, мы в похожей ситуации. У нас сейчас совершенно дикий бычий рынок. Предстоит серьезное похмелье. А потом опять будет выше. Надеюсь, что то, о чем мы поговорили, показалось вам серьезным и логичным. И я очень надеюсь, что это поможет вам в вашей работе. А больше всего в вашем подходе к рынку. Что это поможет вам в подходе к рынку. Спасибо за то, что вы пришли сюда, за ваши вопросы, которые помогают, которые заставляют меня продумать разные акции и как-то суммировать их. И, Роман, огромное спасибо за приглашение в Admiral Markets, который, как вы говорите, скоро будет просто Admiral. Или Admirals. 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 Прекрасно. Желаю вам успеха. Спасибо, Александр, как всегда, за интересный материал, за интересную подачу. Мы посмотрели на рынок своих сторон. Спасибо вам большое. Будем ждать следующего вебинара. Вот сейчас мы вас уже можем отпустить. А я буквально две минуты расскажу еще про конкурс, чтобы новым участникам как раз рассказать, как у нас он проходит. Спасибо большое, Роман. И до скорой встречи. До скорой встречи, друзья. Спасибо большое. До свидания. Для тех, кто у нас присутствует впервые на вебинаре и для тех, кто спрашивал в чате как раз относительно нашего конкурса, буквально пару слов скажу, как он проходит и сориентирую по тому, как у нас проходит как раз принцип участия. Соответственно, мы принимаем заявки на участие в конкурсе под видео последнего вебинара. То есть вот это видео, оно будет закружено на наш YouTube-канал. Ссылки на YouTube-канал, чтобы вы смогли на него подписаться сейчас, я прикладываю. То есть нужно для участия в конкурсе быть подписанным на канал Admiral Markets, поставить лайк к последнему видео и предложить одну акцию. Лучше, чтобы это был американский рынок, потому что мы, как правило, разбираем акции именно с американского рынка. Одну акцию. И мы возьмем эту акцию. Александр разберет ее в ходе следующего вебинара, который будет в конце, соответственно, мая. И мы посмотрим, какая акция покажет лучшим всего движение с мая по июнь, то есть с конца нашего вебинара, который будет в мае, до вебинара, который будет в июне. Вот мы берем вот эту дистанцию от вебинара до следующего вебинара. Опять же, это джентльменский конкурс. Здесь самое важное, что если вы для себя нашли эту акцию, в нее инвестировали, то самый важный результат это для вас. А для того, чтобы как раз немного, скажем так, улучшить вот это наше взаимодействие, мы дарим книгу с автографом Александра, как вот, например, ту книгу, которую получит также Анна, как победительница сегодняшнего конкурса. Лучше предлагать акцию где-то за 24, за 48 часов до начала вебинара, потому что если вы предложите акцию сразу же завтра, пройдет месяц, и мы ее рассмотрим только в конце мая, поэтому акция будет не совсем актуальна. Поэтому лучше немного подождать и за два дня до как раз вебинара ее предложить. Мы принимаем заявки до 12 часов по Москве дня, когда будет, соответственно, у нас следующий вебинар. У нас вебинар пройдет 26 мая, то есть вот до 12 дня по Москве 26 мая мы принимаем заявки. Дальше уже акция может не попасть, потому что Александру тоже нужно время подготовиться, я им отправляю ему как раз полный список. Ну, а ваши вопросы как раз и добрые пожелания, да, я тоже Александру передаю, оставляйте сразу же, завтра видео подъявится на нашем YouTube-канале, подпишитесь на него, подпишитесь на наш Telegram-канал, там как раз уже будут все акции, да, то есть все новости, они будут там опубликованы. И победителю, да, как всегда мы подарим книгу с автографом Александра. Вот поэтому, уважаемые коллеги, спасибо большое за участие, да, спасибо, что приняли участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Всем, кто смотрит на YouTube, не забудьте поставить лайк, оставьте комментарии для Александра, я их тоже Александру передам. Ну и увидимся с вами через месяц, готовьте ваши вопросы, готовьте ваши акции, мы обязательно на них ответим, да, то есть постараемся ответить на все вопросы, конечно, всегда это удается, но в рамках часа, который нам отведен, мы попробуем это сделать. Поэтому всем спасибо за внимание, всем хорошего вечера и увидимся на наших следующих вебинарах. Спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok